У нас вот какая, то есть одна из проблем в чем заключается. То есть когда я узнавал, собственно, как университет, если ему нужно, за рубежом что-то заказывает, то есть университет сам по себе, получается, не может, как госучреждение, работать с поставщиками из-за рубежа, и он вынужден работать через какие-то компании посреднические. А компании, я сам с ними связывался тогда, они говорят, ну у нас там поставка реактивов в среднем два месяца. Вот, то есть, а при том, что, например, в Англии, в Америке, когда ученый заказывает реактив, он к нему в течение трех дней приходит, зачастую на следующий день. То есть мне там даже говорили, что если утром заказывая, что вечером оно может к тебе прийти уже, то есть даже с такой скоростью работать, это вот в Англии. Но это если имеется в виду внутри Англии, там именно поставщики, а если в Евросоюз, то три дня получается. Вот, в Америке тоже в среднем там три дня, а то и меньше. Соответственно, если там у ученого возникает опрос, он может его быстро решить. Если у нас, у ученого возникает опрос, ну то есть именно ученых, которые там связаны с закупкой материалов, химических реактивов и всего остального, то есть практически все ученые, которые не в сфере там каких-то информационных технологий, а IT, то есть тех, которых работа с чем-то материальным связана. Вот, соответственно, у нас получается небольшое отставание, то есть на два месяца. Но если суммировать, то есть сам процесс работы, то есть у ученого один вопрос возник, он там сформулировал задачу, понял, с помощью чего он может это все решить, вот, и потом два месяца ждет. Потом он поработал, опять у него возник вопрос, потом опять два месяца ждет. Вот, то есть я, например, не нашел вот именно таких компаний, которые бы там меньше двух месяцев это делали. Вот, но потом я когда непосредственно нашел, что можно с самими поставщиками работать за рубежом, то это оказалось быстрее. То есть там, ну, там из Китая, например, две недели, из Европы может быть и меньше, там, то есть около полутора недели. Вот, то есть это уже хотя бы как-то приближено к тем срокам, которые есть там. Но, соответственно, вот я начал именно по такой схеме работать и где-то полгода у меня все было нормально, а потом вот случилась эта история с этим растворителем.